Всем добрый день! Сегодня будем готовить гречку с мясом, ну наподобие плова, все вместе, не то, что отдельно гречка, отдельно мясо, все вместе, кстати, это наше с мужем любимое блюдо, как второе мы очень его любим, вкусно, очень-очень получается, гречка такая хорошая получается. В общем, давайте готовить. Вот у меня мясо свинина 300 грамм, кусочки грудинки несколько штук и вот мясо такое пасноватое, конечно. Морковка и лук, все, гречка я потом покажу по ходу, и вода и соль. Промыла, промокнула бумажным полотенцем, нарезаю для того, чтобы обжарить. Куски будут не крупные, не большие. Вот так. Кусочек сала только на одном куске. Так, все. Иду обжаривать. Вначале вброшу эти кусочки грудинки, чтобы пустила немного жирку, а потом добавлю мясо. Немного растительного масла налила, так как мясо у нас постное. Выкладываю в грудинку вначале. Обжариваю. Пока жарится мясо, подготовлю лук и морковь. Лук нарежу крупным кубиком, мельчить не буду, так как будет тушиться он еще и с гречкой, так что полностью растушится тот лук. Морковь нарежу кружочками, какие крупные кружочки, то разрежу их пополам. Мясо обжарилось. Добавляю лук с морковью в скрозу. Теперь посолим. Я еще не солила. Поперчим. Продолжаю обжаривать с овощами мясо. Недолго. Привялиться немного. Привялиться немного овощей. Привялились немного лук с морковью на сковороде. Перекладываю все это в кастрюлю, где буду делать полностью соли. Переложила в кастрюлю. Вливаю в них водички. Чтоб наше мясо протушилось. Все, пусть тушится. Будем пробовать. Мясо, чтоб мягенькое было. На небольшом огне полу прикрыла крышкой. Теперь подготавливаю гречку. Вот такая кружечка у меня на 250 мм. Одна кружечка. И вторая не совсем полная. Промываю я гречку эту хорошо. А мясо у нас еще тушится. Мясо тушилось 20 минут. Оно уже мягенькое. Забрасываем гречку. Промыть ее. Солим гречку. Солим гречку. Две чашки воды. Я здесь подготовила две чашки. Три чашки полных и одну не полную. Все. Так. Теперь самое важное. Накрываем плотно крышкой. Полный огонь делаем на всю мощность. А крышку желательно взять прозрачную, чтобы видно, когда закипит. Вот когда закипит у нас в кастрюле, сразу делаем самый малый огонь и тушим уже до готовности. В это время не поднимать крышку. Уже как через крышку увидим, что жидкости нет, то тогда уже можно поднимать и регулировать, что там и как. А это ждем до бурного кипения. Через 6 минут гречка начала бурно кипеть. Огонь делаем самый малый и пусть она теперь готовится. И пусть варится до готовности. Все. Крышку не открываем. Вот отрезала кусочек сливочного масла. Добавлю. Небольшой. Это не полная пачка, а меньше половины. Вот такой кусочек масла добавлю. Так как мясо постное, то для вкуса будет хорошо. Почти готово масло я положила, присыпала гречкой. Сверху уже нет жидкости. Возле дна есть немного. Я открыла уже крышку, пусть выкипает эта водичка. Гречка уже готова. Гречку видно и по внешнему виду, что готова. Эти зернышки раскрылись все. В общем, выкипит водичка снизу и все. Накрою крышкой. Пусть настоится минут 10 хотя бы. И можно кушать. Гречка готова. Будем обедать. Гречки еще салат сделала, помидоры и огурцы. Так что очень вкусно будет. Так, сейчас попробуем. Так, пробуем. И гречка развалилась с винекомом. Рассыпчатое, хорошее. Мяско попробуем. Мягусенькое, конечно. Эту гречку мы с мужем очень любим. Его сейчас нет. Вот, пару минут пройдет. Он придет. Обед готов. И вам советую. Очень быстро готовится гречка. На малом огне где-то минут 15-17. Уже потом, видите, через крышку нет жидкости. Уже можно пробовать, смотреть. Но она уже будет готова. Жидкость просто открыть крышку. Если там, на самом низу, то она выкипет. Раз, два. Быстренько. Так что, готовьте, ешьте. Приятного всем аппетита. Понравилось видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал. Подписывайтесь. Смотрите мои видео. И до новых встреч. И всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...